Игромания.ру представляет Здравствуйте, я Фергюс Уркхарт, генеральный директор Obsidian Entertainment. Итак, что же привело вас на КРИ-2013? Ой, много всего. Во-первых, это моё первое путешествие в Москву. Я знакомлюсь с городом, и это здорово. Я побывал на многих конференциях разработчиков, а теперь вижу, как это делается в России. Мы поговорили о специфике и трудностях создания крупных игр. Наконец мы здесь, чтобы обсудить сотрудничество с Allot's Team. Эта совместная работа нас живо интересует. Говорят, вы сейчас работаете со студией Allot's Team. Да, мы работаем над игрой Skyforge. Это наш первый совместный проект. Мы очень уважаем Allot's Team, знакомимся с результатами их многолетней работы и смотрим, что мы вместе можем сделать для продвижения игры в Штатах. И какая часть работы лежит на вас? Во-первых, запуск процесса в США. У нас большой опыт создания масштабных миров и областей для ролевых игр. И мы намерены привнести это в проект, своего рода американский западный оттенок. Насколько мы помним, в вашем портфолио онлайновые игры ранее не фигурировали. Нет, в этом-то всё и дело. Просто здорово делиться нашим опытом создания детально проработанного окружения и персонажей. И многому учиться у Allot's Team в том, что касается онлайновых игр. Велика ли разница между разработкой онлайновой и оффлайновой игры? Огромно. Как бы точнее выразиться. На мой взгляд, сильно отличается подход. И это я говорю, в общем, не о какой-то конкретной игре. Когда мы разрабатываем игровую систему, нас не волнует баланс. Нет, не совсем так. Нас не волнует баланс в расчёте на тысячи игровых часов. Мы создаём систему, сбалансированную для гораздо меньшего количества времени за игрой. Ну да, всего на сто часов. Хотя бы и на сто, сути дела это не меняет. Мы оставляем в нашей системе дыры, которые позволяют ушлым игрокам обмануть систему и получить что-то раньше положенного. А в онлайновых играх, когда тысячи человек отыгрывают тысячи часов, такой подход уже не работает. Как долго вы уже работаете? Каковы ваши первые цели? О, мы только начали. Я пока не знаю, насколько свободно могу об этом говорить, но в первую очередь нам нужно понять, как совместить свои разработки с тем, что уже есть у Allot Steam. Повторюсь, они работали над игрой годами, поэтому наш ожидаемый вклад будет скромен, но мы всё равно очень рады сотрудничеству. Как вам вообще Skyforge? Я считаю, игра многообещающая. Вчера я беседовал с разработчиками, они очень верят в свой проект. Его ждёт хорошее будущее. Ну что ж, если вы первый раз в России, то не можем не спросить, как она вам. Как ощущения от Москвы и от конференции? Очень увлекательно. Сейчас-то я уже в возрасте, мне за 40. И Россия для меня всегда значила Брежнева, Холодную войну, всякое такое прочее. Да, я знаю, это было чертовски давно, но образ остался. Поэтому нам, а со мной моя жена, было очень интересно приехать и посмотреть, какова Россия на самом деле, и впервые побывать в Москве. Москва оказалась гораздо более западной, чем нам представлялось. Звучит, наверное, смешно. Я был очень рад увидеть Кремль и Красную площадь, которая для меня всегда была тревожным таким символом. Смешно, но очень интересно, и столько людей вокруг. Нам очень понравилось здесь, понравилось обедать в ресторане. Жена моя накупила кучу всего и потратила уйму моих денег, но в целом мы прекрасно провели в Москве время. Вы работаете над играми уже больше 20 лет. Ну и как вам такая работа? Нравится? О да, я занимаюсь играми уже 22 года. 22 года в индустрии. Если бы мне это не нравилось, я бы давно ушёл, потому что игры — это здорово, но работа тяжёлая. Если бы это не было моей страстью, моим любимым делом, я не продолжал бы этим заниматься. Я считаю, что с ролевыми играми мне повезло. Ещё в старших классах, а то и раньше, я играл в Dungeons & Dragons с друзьями. Мы тогда много играли и в ролевые, и в настольные игры. А потом я стал человеком, отвечающим за лицензию на Dungeons & Dragons в сфере компьютерных игр, когда я ещё работал в Black Isle Studios у Interplay. Моим делом стало моё хобби, то, чем я занимался с дорогой душой. И по сей день я с нетерпением жду выхода очередной ролевой игры. Ожидание и разработка — два удовольствия сразу. Велика ли разница между разработкой игр сейчас и тогда, 22 года назад? Различий, на мой взгляд, очень много. 22 года назад этим занималось очень мало людей. И можно было, ну, не валять дурака, но не слишком напрягаться и когда-нибудь довыпустить игру. Сегодня с командами в 50, 200, 300 человек это не пройдёт. Есть проектное планирование, игра стоит больших денег и больших нервов. Разница в треволнениях, как бы организовать всех этих людей и в сжатые сроки сделать с ними большую игру. Величайшее отличие, как мне кажется, в том, что сегодня игроделам гораздо больше приходится заниматься организацией и менеджментом проектов. Звучит не слишком весело, но вот вам 20-летняя разница. А напомните, над чем сейчас работает ваша студия? Сейчас у нас в работе три игры. Одна — South Park для консолей и ПК. Мы работаем над ней уже не первый год и непосредственно с создателями концепта — Мэттом и Треем. Когда они впервые к нам обратились, я даже не знал, что их офис расположен всего в полусотне километров от нашего, что South Park делают почти по соседству. Вот был сюрприз. С ними очень приятно работать, у них масса идей. Ну и часть нашей команды работает над Project Eternity — игрой, профинансированной на общественных началах. И есть третья игра, пока не заявленная публично. Расскажите, пожалуйста, немного о Project Eternity. Как долго она ещё будет в разработке? Project Eternity у нас была на народном финансировании через Kickstarter, и нам удалось собрать больше 4 миллионов долларов. Не всё на Kickstarter, там мы собрали примерно 3,9 миллиона, а ещё 1300-1400 перечислили во время этой кампании на PayPal, и нам всё ещё продолжают присылать деньги. В Eternity предполагалось вернуться к нашим ролевым корням, и мы обратились к старым играм на Infinity Engine — Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment. Нам нравилось делать такие игры, людям нравилось в них играть, отчего же теперь их нет? Мы обсудили это с некоторыми издателями, но так ни к чему и не пришли. Или их не интересовали подобные проекты, или денег предлагалось настолько мало, что того, что нужно, всё равно бы не получилось. Kickstarter оказался настоящим благословением и дал нам возможность сделать игру возрождения традиций Infinity Engine. А как вы вообще относитесь к краудфандингу? В России только паре проектов удалось собрать нужные суммы, и то это было что-то около 40 тысяч долларов. У вас же счёт идёт на миллионы? Я считаю, что такой способ финансирования может быть очень успешным, но у него есть свои тонкости. Как мы для себя решили, перед тем, как начать такую кампанию, нужно прояснить три вещи. Во-первых, название. И здесь нам повезло, потому что люди уже знали, кто мы такие и какого уровня игры делаем. Затем вам нужно краткое и ёмкое описание проекта, чтобы сходу можно было объяснить любому, зачем вам эти деньги. И в-третьих, обеспечьте людям стимул дать вам денег. Сейчас я приведу не лучший пример. Кто-нибудь может заявить, «Помогите мне материально, и я смогу лечить рак». Это встретит моментальный отклик. Многие захотят помочь с лечением рака, поучаствовать в таком потрясающем деле, сделать что-то для человечества. Если у вас есть в запасе хороший повод, прекрасно. Люди почувствуют, что не просто покупают что-то у вас, но жертвуют на достойное дело. Эти три момента очень много делают для компании. Если у вас не охвачены хотя бы два, собрать средства на общественных началах вам будет непросто. Всем привет! С вами был Фергюс и большой привет игромании!